всем привет дорогие друзья это прямой эфир прямой эфир открытия пятого дня курса персональная стратегия человека 2020 вы не поверите как мы быстро движемся насколько я вот повернусь немного к своему календарю и посмотрю казалось бы вот еще недавно было 15 марта когда мы вместе с вами стартанули 70 человек зашло в проект путь пошли в строчке персональной стратегии дождь ветер буря кризис и нас уже осталось около 40 куда делись эти люди но странно ведь каждый человек принимая свое собственное внутреннее желание идти говорил себе о я хочу персональную стратегию а еще интереснее знаете я очень хочу разобраться в себе скажите мне кто я такой нет нет это не я должен поработать это вы и вот организаторы этой курса мне должны объяснить что мне делать какие у меня ценности какой должен быть почему мне что-то получается почему мне что-то не получается вот вы мне расскажите какой я должен быть вот пока вы там думаете и хотите мне написать пару вопросов которые вы у вас возникают я жду всех остальных сейчас напишу в наше сообщение в наш чат сообщение что наш прямой эфир начался все в прямой эфир ну что друзья как у вас настроение это наш реальный пока единственный кроме ваших чатов канал коммуникации где вы меня видите в живую в реальном времени и вы это можете прекрасно проверить сегодня 20 сегодня сейчас скажу как 21 час 0 3 минуты 20 19 марта вот показываю не вру поэтому это не запись это прямой эфир и по-настоящему те кто видел меня в прямом эфире буквально полчаса назад у нас марина вижу боевое настроение мы разговаривали о том как научиться взаимодействовать с близкими когда вы остаетесь дома на удаленной работе и тут возникали очень много разных всяких вопросов начинает вопрос взаимоотношения вопросами секса вопросами том как эти отношения превратить трансформировать поэтому очень интересно посмотрите как раз моей шапке профиля есть запись этого эфира она будет 24 часа в сутки поэтому посмотрите верю что вам будет интересно а я с удовольствием сейчас хочу поговорить с вами о ваших заданиях и так пробежимся быстро по вашим заданиям самое интересное и самое возбуждающее занятие 100 желаний напишите мне пожалуйста в комментариях у кого сколько получилось пока я пока вы будете мне писать я хочу вам рассказать насколько это интересно увлекательная вещь вот когда я например сам себе например нужен подзарядиться или вот получить дополнительный уровень энергии тоже начинаю мечтать мечтание это вообще вот такая классная штука которая тебе дает новые 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 подходы и мечтание является вашей практикой марина вижу 100 прекрасно браво великолепный результат заходить а кстати хотелось написать еще или вы дотянули до 100 и остановились кстати вот очень интересно узнать узнать кто как реалия реагирует и так еще друзья вот и я тоже думаю вот начну писать там заново вот не смотрю на тот старый список который у меня есть вот хочу заново потом эти списки сравниваю смотрю какого типа желание превалирует вообще очень интересно если вы это с упражнение сделали то взять разгруппировать павел похоже ты не мечтатель да нет мечтатель кстати было бы очень интересно если у тебя сейчас есть возможность поделиться с нами своими инсайтами я тебя приглашаю выйти со мной впрямую ты немного мог нам рассказать о том как ты живешь приходишь вот второй раз проходишь этот курс это очень интересно поэтому если у тебя есть желание пожалуйста ответь нам вот и когда вы все эти 100 сделали или столько сколько у вас получилось вот посвернить на это это хорошо вот у вас получается сферы разные и сделайте такой график лепестковую диаграмму вот сфера такая-то сфера такая-то сфера такая-то где вы вот если разделить условно говоря там на количество сфер в равной степени то получается где вы вот у вас какой идет в какую сторону перекос или вообще вот в какую сторону вы движетесь очень кстати интересная практика проанализировать свои желания можно ли сегодня в закрывающем эфире можно конечно да закрывающем эфире вызовем тебя в эфир и так вот эти 100 желаний прям вообще супер дальше я надеюсь что вам удалось поулыбаться наш чат вчера взрывался от улыбок я надеюсь это прекрасное строение которое сегодня также вам передалось чтобы вы улыбались мы вчера познакомились четырьмя уровнями изменений я жду и сегодня буду просматривать еще все ваши уровни уровни энергии как вы и где с точки зрения энергетики с точки зрения вашей лени и конечно же самое мне интересно это кинозал поделитесь со мной эмоциями о том как вы вчера посетили посетили в кинозале в котором показывали фильм про вашу жизнь для меня это очень интересно волнующее задание особенно если кто-то из вас сейчас готов поделиться пожалуйста напишите хочу готов дайте мне как-то знать я вас выйду в прямой эфир и мы посмотрим о том как у вас как это было вот когда вы переживали вот эти состояния рассмотрение себя в перспективе будущего то есть вот что-то вот увидели там и вот сидите в этом кинозале и вот свет погас экран закорелся светился такие пошли титры моя жизнь и вот там да знаете там прошло десять лет как в голливудских хороших фильмах пишут там ten years later и вот смотрим что там происходит давайте еще раз пробежимся по домашней тетради мечтая формируя свое будущее возвращаемся к первому заданию задание номер один что меня мотивирует вообще я уверен что вы сделали этот список и у вас появилось появилось представление о том что вас мотивирует также вопрос есть что вас демотивирует это очень важно мы вновь возвращаемся к нашим ценностям и смотрим что у нас что вас мотивирует и что вас демотивирует вот все что вас мотивирует это есть опять ваши ценности переносите смело это в ваш общий список ценностей у вас сегодня в вашем задании будет много связано с ценностями вот поэтому посмотрите что там вас двигает поэтому вам очень важно подумать что взять это задание еще раз на него посмотреть что вас мотивирует что вас мотивирует в работе что вас мотивирует мотивирует в отношениях что вас мотивирует в отношении к самому себе и то же самое что вас демотивирует что демотивирует вас в отношениях к самому себе вот смотрите вот эти четыре момента это есть опять про наши ценности то есть что вас мотивирует мы прям берем и заносим один к одному А что демотивирует, пытаемся разобраться. А если бы оно, наоборот, мотивировало бы, то есть если трансформировать это из знака в минус, в знак плюс, то что бы тогда было? Какая бы ценность была ваша затронута? Поэтому ваша задача сегодня это посмотреть на задание вчерашнее и поработать с этими двумя вопросами, связанными с тем, что вас мотивирует и что вас не мотивирует. Поэтому это вот очень важные задания, которые очень хорошо нам помогают разобраться с нашими ценностями. И мы вновь увеличиваем количество ценностей в нашем листе, которое помогает нам двигаться в понимание того, кто я такой, какие мои цели, что меня вообще драйвит, ради чего я живу, какие у меня приоритеты. Вот все, что вот мы сейчас с вами говорим, это и есть как раз задача, связанная с вашими ценностями. Ну что, дальше. Ага, сигналы. Расскажите-ка мне, пожалуйста, насколько вам удалось поработать с упражнением «Мои сигналы». Те сигналы там, которые дает вам ваша жизнь в отношении карьеры, места работы или бизнеса, здоровья, семьи или отношений, друзей, духовности или что-то еще. Вот дайте мне обратную связь, пожалуйста, как вы с этим упражнением поработали. Удалось ли вам вообще его сделать? Что вы подумали? Какие у вас возникли идеи? И вот кто из вас готов просто поделиться? Мне очень важно, чтобы кто-нибудь из нашей группы сейчас поделился своими успехами или наоборот рассказал, что у него не получается. Для нас и для всех это очень важно, потому что когда ты делишься и успехами, и неудачами, ты поднимаешься снова на уровень глубже, вернее, опускаешься на уровень глубже в понимании самого себя. Друзья, кто готов, дайте мне знать, поставьте лайк какой-то или хочу, чтобы я понимаю, что у нас с этим все хорошо. Виктор, вот мне интересно, Виктор Шакурин, да, скажите, пожалуйста, как у вас дела? Можно ли вас вывести в эфир? Насколько вы готовы поделиться с нами своими эмоциями? Как у вас вообще идет курс? Как, насколько вам интересно? Что у вас получается, что не получается? Будет очень интересно, если вы поделитесь впечатлениями от своей работы. Я пока продолжаю. Дальше. Значит, мечты мы записываем. 100 желаний, как мы уже сказали, было классно, чтобы вы над ними поработали. Еще очень важное желание. Это, что я хочу изменить. Важный момент. Почему это важный? Потому что все, что вы хотите изменить, это все как раз, опять же, работает с вашими ценностями. Это то, что вашу какую-то ценность ущемляет, не дает ей возможности полностью раскрыться, не дает возможности поговорить о том, что у вас что-то не работает. Поэтому вот очень важно. Изменение, что хотите изменить, это прямой сигнал, опять, к тому, чтобы посмотреть, что нужно поменять в своей жизни. И это как раз про ценности, это про глубинные свои изменения. Итак, дальше движемся. Четыре уровня изменений, где вы находитесь, что у вас получается, что не получается. Как у вас делится энергия. Сначала это табличка, а потом это перекрещение, где вы отмечаете, где вы хотите, как сейчас, что у вас происходит. Дальше мечтаем. 10 лет. У нас 10 лет, это вот как раз ваша жизнь, я, семья, отношения, дети, работа, бизнес, люди, время. Вот все, что самое интересное, можно о себе рассказать, вы все рассказали. Итак, я уверен, что было все интересно. Мы ждем ответа от абонента. Не получается пока вызвать. Давайте еще раз попробуем. Где тут у нас? Вот. Вот, выйти в прямой эфир. Давайте попробуем еще раз. Поэтому, смотрите, коллеги, вот если нет вопросов, если все понятно, и сегодня, вот в этот данный момент, вы готовы двигаться дальше, то я вас хочу поздравить. Сегодня у нас будет видео, в котором появляются первые задания для команд на удаленке. Сегодня руки дошли только до вчерашнего эфира. Даже рабочую тетрадь не открывал. Вот, отлично. Скажите нам это в прямом эфире. Расскажите. Галина, здравствуйте. Алло. Привет, коллеги. Да, всем привет. Слышно меня? Слышно, да. Да, всем привет. Отлично. Я бы хотела поделиться своими сайтами. Наверное, они не совсем положительные, как ты сейчас, Роман, ожидаешь. Но я должна это сказать. Сегодня, когда я делала свод-анализ, я все обесценила. Почему это? Каждый пункт анализировала свои сильные стороны, и у меня сразу же возникал вопрос. А с чего я взяла, что я эксперт именно в этом? Есть же масса людей, которые в этом разбираются намного лучше, чем я. И, честно говоря, я была немного взяла. Почему я обнила себя экспертом? Но, наверное, этому есть какие-то объективные внешние проявления. Люди готовы покупать вас как работника, пользуясь вашими экспертными знаниями. И если вы являетесь экспертом в какой-то области, то какие вопросы? Почему усомнятся? Всегда, конечно, есть кто-то лучше нас. Но в рамках тех знаний, того опыта, той вашей личной уникальной компетентности, вы являетесь абсолютно точной экспертом. Спасибо, Роман, за комментарии, за то, что развеял мои недоразумения по поводу меня. Но у меня реально произошел сегодня вот такой инсайт. И я отправила, конечно, домашнее задание, но это была муссель дня. Отлично. Знаете, в чем это хорошо? Это говорит о том, что вы человек, который готов меняться. Вы открыты. И я уверен, что вы, наверное, пользовались вот этим инструментом. Позвонить друзьям и спросить, что они думают о вас, о ваших сильных сторонах. Вот это значит о том, что если вдруг возникает какой-то момент, когда хочется, и ты понимаешь, а почему вдруг есть кто-то умнее меня, когда я ощущаю подобные, как и вы, эмоции, например, я готовлюсь к какой-то новой стратегической сессии, или я готовлюсь к какому-то выступлению, которое я раньше не делал, для меня встает задача новых знаний, области знаний. Что я должен делать? Я просто беру и изучаю глубоко новую тему, имплементирую ее в себя, и я повышаю свою экспертность. Если у вас возникли сомнения, значит, вокруг вас лежит очень много областей новых знаний, на которые у вас, возможно, не хватали руки, и теперь это самое лучшее время, чтобы, да, я эксперт, мир меняется, мне тоже надо меняться. Ведь давайте посмотрим. Представьте, если бы вы были пианистом. Сколько часов в день вам бы нужно было играть, чтобы поддерживать свой уровень? Ну, как минимум часа четыре. Сто процентов. Скажите, пожалуйста, удается ли вам каждый день четыре часа развиваться? Нет, конечно, нет, не удается. Значит, каждый день мы от этого пианиста на четыре часа отстаем. Если посчитать, когда вы последний раз обучались в области своей профессии, и это был, например, год назад, а это значит, сколько там рабочих? Двести рабочих дней, двести умножить на четыре. Представляете, какую сумму вы задолжали своему профессионализму? Да. Да. Даже если мы просто возьмем и сделаем сто часов, вот обнулим, поделим на четыре, и сто часов профессионализма, вам надо добрать. И это нужно каждому из нас. Знания, которые у нас есть, они устаревают мгновенно. Все что-то меняется, мир меняется. Согласна. Еще такой вопрос, он для меня достаточно такой очень сильный, и он у меня прям идет сквозным, скажем, потоком во всех домашних заданиях. Это страх. Как бороться со своими страхами? Страх чего? Страх, вот тоже интересный вопрос, да, чего страх? Страх общественного мнения, страх быть узнаваемой, страх стать, может быть, популярной. В общем, нет. Но так в этом же есть, смотрите, каждый страх, вот почему наш мозг боится? Потому что, значит, если что-то произойдет, изменится, ему придется работать больше. Он говорит, не надо, не надо, пусть никто не видит. Не надо тебе развиваться. Все и так хорошо. Знаете, многие, конечно, читают домашние задания своих коллег, но 99,9% участников группы озабочены только одним – сделать свое домашнее задание. И даже если у него будет 5 минут полистать, он говорит, какая крутая, какие у него классные домашние задания. И еще одна у меня такая мысль с сегодняшнего дня, когда я делала домашние задания, и ты говорил в домашнем задании о том, что очень важно, я для себя это интерпретировала, ставить такие микроцели. Возможно, если я буду двигаться микроцели в своих проектах, то, наверное, я не буду вот так пугаться всего того, что со мной происходит. Конечно, смотри, самое простое, ведь мы когда подходим к огромной задаче, ведь мы говорили позавчера про слонов и лягушек, нельзя ее делать, ну, как бы нельзя слона съесть сразу, надо по чуть-чуть. И вот эти вот еще чуть-чуть. Я сегодня разговаривал с одной моей знакомой, она тоже находится на нашем курсе, она говорит, я ничего не успеваю, мне очень тяжело. Я говорю, смотри, вот ты час можешь выделить? Час могу. Сколько раз в день? Ну, говорит, наверное, я могу выделить часа два, то есть в день. Раз, два, ну, может быть, три. Я говорю, что ты делаешь за этот час? Ну, как что, пойду быстренько чай налью, пойду в туалет сбегаю, пойду там по телефону позвоню, в эту смс-ку отвечу. Я говорю, ну, и где твой час? Его нету. Поэтому я ей предложил очень простая вещь. Два слота по 25 минут, 5 минут перерыв. Вот 25 минут ты ни на что не отвлекаешься. Положи рядом лист бумаги и записывай на него приходящие тебе идеи, высвобождающие, но концентрируйся на задаче. Вот именно это и есть концентрация на задаче. Чтобы все успевать, нужно просто не торопиться, а взять последовательно, выполнять одно дело за другим. Да, спасибо, Роман, большое за этот курс. Он действительно непростой. Несмотря на то, что я маркетолог и переделала кучу проектов, сделать свой проект – это самое сложное. Супер. Напишите мне, пожалуйста, в Фейсбуке, потому что я по вашему нику в Инстаграме не могу идентифицировать, кто вы в Фейсбуке, чтобы я вам сбросил это видео, вы посмотрели его чуть позже потом. Спасибо. Коллеги, всем удачи. Все, пока, ребята, начинаем смотреть пятый день. Итак, я уверен, что у всех будет хорошее настроение. Переходим в Фейсбук, там уже есть домашние задания, там уже видео дня. Поехали, встречаемся с вами в 22.00. 22.00. Субтитры сделал DimaTorzok